Форум отдых на Волге приближается к экватору. Второй день мероприятия завершился пресс-конференцией с участием федеральных экспертов, представителей власти и уважаемого иранского гостя. В самом начале Юлия Скоромолова поведала о главных событиях туристической жизни Ульяновска. Выставка, организованная в Ленинском мемориале, привлекла не только симбирян, но и жителей соседних регионов. К нам приехало более 150 представителей туриндустрии, производителей сувениров из всех регионов по Волжье. Ну и, конечно же, это наши уважаемые эксперты, это порядка 50 человек, высококлассных специалистов, спикеров, которые уже второй день дают мастер-классы. Вице-президент Федерации рестораторов Вадим Прасов рассказал о самой важной отраслевой проблеме. В Ульяновске, как и в других регионах, не хватает гостиниц и отелей. Исправлять ситуацию необходимо, ибо иностранцы любят отдыхать с комфортом. Хочется отметить, что если инфраструктурно в стране будет появляться больше новых современных отелей, и будет это происходить в некотором формате разумного планирования, так, чтобы не происходил кризис перепроизводства в отдельных городах, иногда мы это наблюдаем. Конечно же, это идет не на пользу бизнесу, когда падает загрузка, когда падает тариф решительно. Но, тем не менее, конкуренция еще никому не вредила. На конференцию прибыла Екатерина Санкина, представитель компании «Визит Раша». Напомню, что в 2015 году была запущена новая стратегия продвижения турпотенциала России. Маркетинг в разных странах, промо-акции наших достопримечательностей и дружба турагентствами. Партнерская платформа функционирует 4 года. Екатерина знает, чем привлечь итальянцев на родину Ильича. Любимым брендом является река Волга. То есть, по-моему, это знает вообще каждый итальянец. Название Вольга, Вольга, сразу у них, значит, улыбка на лице. Мероприятие посетил директор иранской туркомпании Малеки Риза. Во время прошлогоднего визита он лестно отзывался об Ульяновской области. Ему и персидская делегация у нас понравилась. По его мнению, наш регион еще может развиться до чего-то большего. В Ульяновске я вижу перспективу развития. Ну, конечно же, Ульяновск пока не настолько популярен, как в Санкт-Петербург или Москва. Александр Смекалин рассказал о господдержке для сферы гостеприимства. Мы говорим и о статусе приоритетного туристического проекта с предоставлением налоговых и гофтопреференций, расширить полномочия фонда микрокредитования. Пресс-конференция завершилась, но отдых на Волге продолжается. 20 апреля организаторы подготовят мастер-классы для работников индустрии. Финал же состоится 21 числа. Как заверяют организаторы, гастрономический день будет вкусным завершением форума. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.